Вы знаете, у меня такая странная реакция и странное ощущение на последние события в России. Я считаю, что имею право поделиться своим мнением с учетом моего опыта, с учетом того, что я возглавляю общественную палату и являюсь представителем Народного фронта. И руковожу опорой России. Речь идет об указе президента и о тех самых санкциях. И я начну с небольшого такого месседжа и этой темой закончу, мы порассуждаем. Сотсети просто кишат комментариями экспертов. Эти же эксперты ровно так же разбираются и в футболе, и во внешнеэкономической политике. И большая часть этих комментов, она со знаком минус. При этом я общался с некоторыми ребятами, предлагал им доехать до ближайшего фермерского хозяйства и спросить тех, кто картофель, огурцы, помидоры выращивает, чтобы у них была какая-то аргументированная позиция. Но, в общем, не встретил отклика, поэтому я решил с вами поговорить на эту тему. Сейчас будет ряд фотографий на тему, знаете, у нас только есть такое национальное увлечение, восхищение Западом. Мы постим в огромных количествах в Инстаграме фотографии из швейцарских Альп, Непала и других замечательных мест, там Чили, Япония и так далее. При этом противопоставляя это все России и подписывая комменты, что вот там вот так, а вот там, где мы, как-то по-другому, не так, не так красиво, не так интересно. И подтверждая еще раз пословицу или фразу «хорошо там, где нас нет», вот я хочу вас попытаться переубедить и доказать, что хорошо там, где мы есть. Эти же фотографии пройдемся еще раз. Это Алтай, это не Швейцария. И, наверное, многие, кто из Алтая, точно знают это, да? Спасибо. Это Бурятия. Я там был, и там действительно очень круто, очень интересно. Иркутская область. Да, кстати, здесь все регионы, поэтому поддерживайте. Камчатка. Это не Фудзияма. Это Камчатка. Сергей Выходцев здесь. Серега. Вот человек, который не просто может рассказать про Байкал, который не живет там, но вложил кучу денег, потому что считает, что это самое красивое место на земле. Байкал. Это, опять же, Камчатка. Это Коми. Это Сахалин. Я надеюсь, у тех, кто вот предыдущие фотографии видел и ассоциировал их с прекрасным Западом, что-то в голове изменилось. И, наверное, тут не о чем спорить. У нас такая же красивая и замечательная природа, такие же места красивые. Правда? Теперь небольшой интерактив. Мне интересно, как вы отреагируете. Я вам задам вопрос. Ну, то есть не хором, а поднимайте руки. Только единственное, кто... Я вам сейчас покажу гербы. Первый вопрос. Где здесь герб города Рыбинск? Только из Рыбинска кто? Не говорите, пожалуйста. Ну, какие варианты? Так, правая сторона, да? Ну, очевидно. Нижний, левый. Что? Левая сторона. Есть низ, есть верх. Но я не буду вас долго мучить. Рыбинск, да, это... Ну, кто-то сказал... Левый. Левый, нижний? Ура, да. Это вот это вот герб. А это что? Кто знает? Это Кантон в Цюрихе. А давайте с правой стороны у нас осталось два герба. Есть Красноярск. Ну, я уверен, Красноярск есть, не говорите. Красноярск. Нижний правый, да? Ну, понятно, тут два варианта. Либо нижний, либо верхний. Но, коль есть вариант правый, нижний угол, это Мадрид. А вот это Красноярск. Это к тому, что как мы продвигаем, как мы знаем наши территории, как мы их продвигаем, как мы умеем их брендировать. Очень мало территорий, уже подняли руки, да. Это Пермский край, например, которые действительно брендируют и действительно на высоком уровне продвигают свои территории. По-моему, это Артебий Лебедев в свое время придумал букву П в таком формате. Как-то я так понимаю, что это не нашло отражение в официальной символике и стилистике, но я точно знаю, знаю предприниматель, который на вот этой букве П на Красном Свете сделал большой, хороший бизнес. Это и табуреты в этом стиле, и человечки в этом стиле. И тоже Пермский край. Кто знает вот этот населенный пункт? Отлично, здорово. Ну, вы меня удивляете. Ну, наверное, ровно потому, что населенный пункт Добрянка, одна из, наверное, на пальцах одной руки можно перечислить территории, территории, которые брендировали свою территорию. Масса продукции начинает мыло до добрых книжек для детей. На примере нашей природы и того, что нужно и можно брендировать, это можете делать вы, я как раз хотел бы вкратце остановиться от тех предпринимателей, которые как раз-таки делают дело, для которых не нужны какие-то специальные преференции, будь то преференции как результат федеральных стилевых программ или же преференции в силу санкций, которые сейчас Россия ввела. Это предприниматели, которые считают, что в России можно и нужно делать бизнес. И вот, например, ну, кто знает Федора Общинникова? Странно, что так мало. Это очень интересный предприниматель, который амбиции, он из Тиктовкара, его амбиции распространяются далеко за город, за Коми. Он бросил вызов Папа Джонс, это один из мировых лидеров фастфуда. И когда я его спрашивал, что тебе мешает, или что ты считаешь не хватает в России для предпринимателя, он сказал только одну фразу, ну, несколько фраз, что вообще на самом деле все хорошо, главное, чтобы не мешали. В России все для развития бизнеса есть. Следующий уникальный, Данил здесь. Даня где? Ну, где-то он, наверное, все-таки купается. Ну, потому что еще очень молод. С 16 лет он начал Bear Hostels, сейчас ему 22 года. Кстати, он из Севастополя, то есть каким-то образом он не регистрировал, сделал бизнес по всей России, не только в Украине, тогда еще. Теперь у него все упростилось. И сейчас он в Москве сделал хостел, вдумайтесь, в центре Москвы. Крутейший хостел с кинотеатром. И со спортивным залом. Ему тоже ничего не мешает, и он считает, что Россия – лучшее место для бизнеса. Еще раз аплодисменты моему другу Сергею Викасову. Уникальный человек, я горжусь дружбой и общением с ним. Он по-настоящему любит Россию. Я уже говорил, что не просто отдыхает на Байкале, и вложил туда кучу денег, ровно потому, что считает, что Байкал – это очень красиво, это то, где надо отдыхать. Один лишь эпизод из его бурной карьеры, он называется серийным предпринимателем. Продукт Велли, наверняка многие знают, он не просто, значит, его производит, рецепт. Ну, Сергей за то время, которое осталось, еще, наверное, скажет вам об этом. Но, насколько я знаю, рецепт он вытащил, взял у бабушек, там, это древний корейский рецепт, и овес использует для продукции древней. Я к тому, что успешный предприниматель, который первое имя себе сделал на порошке «Инвайт», то есть купил, привез и продал, пошел в достаточно сложные сферы производства, это каши быстрого, это Велли, и преуспел там. Это еще один пример, и таких примеров здесь в зале очень много. Опять же, про бизнес в России. Теперь давайте по тому, какие у нас есть возможности. Очень много комментариев о том, что в силу разных причин в России мало возможностей заниматься предпринимательством. Всем понятно, да, что здесь? Это волчок. В мое детство, я не знаю, как ваше, все-таки вы все помладше, чем я. Я, Юла, да, волчок, это был неотъемлемый такой атрибут любой детской тусовки, площадки. Я честно скажу, я не смогу назвать ни одного российского производителя, который сейчас делает вот эти классные штуки. Вопрос, почему, непонятен. Я во всех европейских городах в разной интерпретации, в разном исполнении вижу эти предметы. Сам покупаю, иногда в Сюрихе на огромные, на большие деньги привожу и дарю в качестве подарков. Но у нас этим никто не занимается. Ну, по крайней мере, я не знаю, хотя я очень любопытный. Если кто-то здесь производит волчки или Юлу, поднимите руку. Вот. А при этом Bayblade, это японская компания, которая взяла нашу идею, сделала более 200 миллионов штук. Минимальная цена 10 евро. Задумайтесь об этом. Это наш, это бренд, это исторические корни наши. На конкурсе «Бизнес-успект» на финале был замечательный муниципалитет. Я сейчас вспомню, как его зовут, как название этого территории. Нижний Новгород, точно. Там есть масса предпринимателей, которые занимаются хохломой, росписью. Для нас это вот исключительно локальное, местечковое, уже немножко затертое. Но для компании British Airways это оказалось еще очень крутым дизайном. А настоящим трендом, и они, не наших же предпринимателей, специалистов, и расписали 8 самолетов. Опять же, это наша идея. Ну, это, наверное, примерно все времена. Кто знает про игру «Тетрис»? Вот оно где, да. Кто знает о том, что это советский, все знают, да, инженер? А где центр прибыли? Тоже все знают. И это не в России. И это тоже пример того, это пример нашей истории, пример того, что идеи на самом деле лежат под ногами, и их надо только нагнуться и поднять. Можно помоделировать, если есть желание, если есть какие-то идеи вот прямо сейчас, в двух-трех тезисах, особенно к предпринимателям. Это не только к предпринимателям обращаюсь. Можете сделать предложение? Чем еще? Основываясь на нашей культуре, на нашей истории, можно заниматься. Есть предложение? Иван-чай? Ну, раскройте, давайте, две секунды. Ну, все знают, я думаю, что Иван-чай – это тот, который мы поили в свое время, Европу, Англию. И сейчас даже вот по Сибири ребята есть, которые собирают, и у них главный экспорт, к сожалению, за границей. У нас в России, вот в Красноярске, например, купить невозможно. Но тема вкусная, и Иван-чай, он как зеленый, так и черный получается. И растет практически везде за Уралом. Надо главное качество, даже его, если нет, сказать, что на утро после мероприятия Иван-чай. А я почему про это говорю? У нас есть такое в Иркутской области муниципальное образование Куйтунский район. Вы не представляете, как глава Куйтунского района прокачивала аудиторию на то, что без рыжикового масла вообще жить нельзя. Кто знает, что такое рыжиковое масло? Вот. Но самое главное, знаете, как он сориентировался, как он его продавал? Перед ним в жюри сидел Андрей Никитин, руководитель агентства стратегических инициатив. А он парень такой плотный, и он, глядя на него, сказал, что вы вообще знаете, что это первое средство для похудания. А вот Андрей сразу отдал ему первое место. Но если идей больше нет, тогда двигаемся дальше. Это очень важная для меня картинка. У нас есть тоже уникальный предприниматель, человек-бренд Олег Тиньков. И вот здесь я хотел бы этим слайдом закончить. И то, с чего начал. Реакция на санкции, реакция на политику, которую проводит президент, которую проводит правительство в стране. Меня лично не все устраивает. То, что происходит. Я пытаюсь как-то изменить и страну, и атмосферу вокруг себя к лучшему. Через проект Общероссийского народного фронта за честные закупки мы находим неэффективные траты. Ну и так далее. Я не буду распыляться. Вы знаете, это было непросто вот на Tour de France и на спину каждого гонщика повесить флаг. Ну, потому что есть определенные правила по отношению к флагу страны. Потому что команда-то, она не принадлежит там к какому-то государству. Владелец принадлежит государству. И тем самым Олег Тиньков поддержал те решения, ту политику, которая проводит президент и по Крыму, и по Севастополю в частности. И вот эта вот молчаливая акция, она для меня наиболее более ценная, чем вот истерика и бесконечные комменты в соцсетях, как я уже сказал в самом начале, наших экспертов. Среди них есть люди, которых лично знаю я, и меня удивляет отношение, меня удивляет та агрессия, с которой, не зная, не понимая ситуацию, уже прогнозируют рост цен, уже, значит, прогнозируют пустые полки, уже прогнозируют там, ну, бог знает, что прогнозируют. Ну, вот просто пришло на ум. Причем, знаете, для того, чтобы сделать экспертный вывод или заключение, многим экспертам надо провести какое-то время для изучения этого вопроса. Нет, у нас, как только указ вышел, в течение часа Фейсбук просто такими раскладками пестрил. Понимаете? При этом большая часть из этих людей, как я сказал в начале, не сделали, по большому счету, ничего в этой жизни, в отличие от предпринимателя Тинькова. Поэтому я сейчас приглашу своего коллега продолжить эту тему. У меня есть такое просто предложение и такой призыв. Давайте будем, давайте любить то место, где мы живем, где мы состоялись, где мы зарабатываем деньги. И если мы, у нас есть мнение, мы хотим его сказать, если мы критикуем, то мы будем аргументированы, а не подвергаться вот общей такой волне, лишь бы противопоставлять все, что у нас есть, это плохо, все там, это хорошо. И я в самом начале сказал, про фразу «хорошо там, где нас нет», вот я считаю «хорошо там, где мы есть». И это все в наших с вами руках. Спасибо. Спасибо.